Всем привет! Я рада приветствовать вас на пятом выпуске Ваши лица. Сегодня у меня в моделях Оля, и я буду схематически показывать на ней макияж с помощью программы для ретуши фото. Если вы раньше не следили за этой серией, то сразу скажу, что пожалуйста не обращайте внимания на цвета, которые я использую, потому что в этой программе очень ограниченный выбор оттенков. В основном я хочу сосредоточиться на строении макияжа, на форме макияжа, а уже конкретные оттенки я просто буду проговаривать, если это будет уместно. Ну и давайте начнем по традиции с овала лица. Оля мне написала в письме, что у нее очень асимметричное лицо. Я по конкретно этому фото это не вижу. Единственное, что я вижу, если уж совсем придираться, что вот эта часть лица немножко уже, чем вот эта. Но это вполне может быть из-за того, что просто ракурс фото такой, то есть как бы вот этой частью лица Оля повернута больше к камере, поэтому вот эта часть лица выглядит больше. Другой какой-то асимметрии я здесь, откровенно говоря, не вижу. Что я здесь вижу, это прямоугольную форму лица. Прямоугольная форма лица считается одной из самых как бы некрасивых, но с прямоугольной формой лица есть множество тоже красоток и прям уж сильно зацикливаться на этом, я думаю, не стоит. Единственное, прямоугольную форму лица труднее всего корректировать. У меня вот конкретно тоже лицо приближенное к прямоугольнику, поэтому мне тоже корректировать лицо сложно и сложно реально какую-то зрительную разницу сделать с помощью косметики. Но если мы говорим про коррекцию, чтобы убрать вот этот прямоугольник и сделать из него овал, нам нужно затемнять весь периметр лица, в основном это лоб и также зону челюсти, вот именно вот эту вот зону. Вот эту зону вообще очень трудно корректировать, особенно для реальной жизни, если для фото можно еще пройтись корректором, и это как-то будет неплохо смотреться, то для жизни вот эта вот часть корректируется лучше всего, наверное, волосами. То есть если вот так вот распустить волосы, да, и вот эту вот всю часть скрыть, сделать просто прямую стрижку и, возможно, даже лесенкой, да, чтобы она вот так вот как рваная была, то это визуально скорректирует для жизни лучше всего. Это, наверное, самый лучший вариант, который вообще можно предложить. То есть можно сделать челку либо с двух сторон, либо с одной стороны, а с этой стороны такую, как, например, рваную какую-то стрижку, да, лесенкой. И наверняка это то, чтобы я посоветовала, что лучше всего подойдет. Но если говорить о макияже, то давайте я сейчас попробую показать вам, что я имею в виду в плане макияжа. Вот, если пройтись корректором по вот этой вот части, также по вот этой вот. Дальше мы скулы не трогаем, потому что нам их не нужно трогать. И вот эту часть затемняем тоже вот слегка. Ну и по сути, грубо говоря, это единственное, что можно сделать в плане коррекции. Коррекция в любом случае, нужно, чтобы вы понимали, чудес не сделает, но все-таки что-то в лучшую сторону изменить можно. И также я вижу здесь достаточно сильную красноту на лице. Я не знаю, связано ли это с тем, что есть проявление розоцея. Вот здесь вот я вижу такое вот достаточно яркое красное пятно. Может быть, это просто обычное состояние кожи, немножко более розовое. Может быть, это проявление розоцея. Это корректируется в плане макияжа только тональными основами, корректорами. Зеленый корректор я бы здесь не советовала использовать. Я конкретно сейчас прохожусь просто таким вот персиковым цветом для того, чтобы нейтрализировать вот эту красноту и чтобы мне потом было проще немножко работать. С лицом пока все. Давайте теперь перейдем к бровям. Что касается формы брови, то здесь она достаточно неплохая, прямая. Никаких ошибок я здесь особо не вижу. Единственное, когда мы делаем макияж именно полноценный, там красим сильно глаза, губы, щеки и так далее, то брови, конечно, мы тоже не оставляем без внимания и их будем заполнять. Здесь я вижу вот конкретно вот в этой части. Можно их немножко подровнять, выровнять, чтобы сделать эту часть немножко толще. И уменьшить кисть мне надо и продлить. Брови у Оли, конечно, очень прямые. Я бы, может, совсем слегка арочку добавила, но в то же время, вы знаете, если добавить сюда арку, то это будет подчеркивать еще большее нависание века. У Оли нависшие веки, такие точно, как у меня, глаза, в принципе, очень похожи. И если сюда добавить сильно большую арку, это будет как будто огибать вот это нависание, будет плохо. Поэтому мне кажется, что вот такие вот прямые брови для нее, для ее лица, как раз такие, наверное, и самый лучший вариант. Корректировать в плане формы здесь вообще ничего не нужно. Только я прохожусь вот так вот по периметру брови. То есть, когда мы заполняем бровь, она в любом случае начинает казаться более пышной. Даже если мы особо ничего не дорисовываем, потому что вокруг брови в любом случае есть маленькие волоски. И когда бровь вообще не заполнена ничем, она кажется всегда уже. Когда мы начинаем проходиться даже вот по границе волосков, это косметические продукты их подрисовывают. И таким образом брови в любом случае начинают казаться больше. Все, брови я предлагаю ставить в покое. Давайте теперь перейдем к глазам. Оле я рекомендую смотреть мои видео с макияжами, потому что у нее глаза практически точно такие же, как у меня. Единственное, у меня глаза уже. У Оли они намного более круглые и намного больше, что, в принципе, красивее. И особенно, если смотреть на ее лицо в целом, то такие глаза такого размера отлично просто вписываются. Если бы они были уже, было бы намного хуже. Если мы будем говорить про стрелки, то стрелки здесь можно сделать. Сильно большие я бы не делала. То есть вот все равно видно вот эта граница залома. Вот она между подвижным и неподвижным веком. Но мы видим вот эту часть подвижного века. То есть мы можем на вот этой части сделать стрелку. Пускай она будет небольшая, но все равно мы ее можем сделать. Вот такого вот плана она будет выглядеть. То есть какую-то стрелочку все равно нарисовать можно. И с этой стороны тоже нам ничего не мешает повторить то же самое и сделать абсолютно такой же вариант стрелочки. Но мы сейчас это отменим. И я построю просто тушевку как бы тенями на глазу. Тушевка здесь достаточно по классической схеме строится. Я бы сказала. Начинаем, как всегда, с нижнего века. И тушевка должна заканчиваться там, где самая низкая точка нижнего века. Вот здесь. То есть с этой точки у нас века начинает подниматься в одну сторону и в другую сторону. То есть вот это финал нашей тушевки. Должен быть темным оттенком. Здесь я рекомендую затушевать вот это вот складки, чтобы их не было видно. Как я всегда это учу. Я когда делаю макияж, я всегда акцентирую как раз таки на том, чтобы не бояться опускать тушевку. Потому что это увеличивает глаза. И когда мы скрываем вот эти вот складки, вот как здесь, да, которые опускают наши глаза и делают их более уставшими, когда мы скрываем это все в тушевке, то глаза выглядят намного лучше. И сразу тоже намного моложе начинают выглядеть. Особенно это касается возрастного макияжа. Если делать такого рода макияж на 45+, то это очень сильно преображает. Я вот построила бы вот какую-то такую форму в макияже. Сейчас я немножко ее, естественно, подкорректирую еще эту форму. И опять-таки видите, что тушевка у меня уходит вот в этот залом. То есть здесь вот века подымается и после этого она начинает уже падать. Здесь такая немножко как кривая линия падения, но все равно вот это самая высокая точка глаза. Поэтому вот здесь вот сюда уводим наш макияж. Что касается формы тушевки, то глаза здесь миндалевидные и такие приближенные к круглым. Совсем острую тушевку я здесь не рекомендую делать. Но если мы чуть-чуть слегка ее все-таки здесь вытянем, да, и сделаем ее немножко вот так вот, это вытянет наши глаза. Я для себя тоже такого рода трюком пользуюсь. И вот сейчас я растушую то, что было сделано. Вот это как основная наша форма будет в макияже. И теперь мы можем даже углубить эту форму вот в этой вот части. И это сделает глаз еще более объемным. И снова все это растушевываем. И вот посмотрите, да, разницу между вот этим глазом и вот этим. Вот этот уже такой более вытянутый глаз, более красивый и молодой. Вот этот более опущенный. Такая форма глаз, к сожалению, очень нередко прибавляет в возрасте. И уже вот после 30 начинается эффект таких вот грустных, уставших глаз. Поэтому вот такая вот коррекция, она, конечно, здесь незаменима. И вот если сейчас убрать все, что было сделано, то очень хорошо видно, как это все вытягивает глаза красиво. И здесь тоже у нас височной зоны вполне достаточно для того, чтобы вот сделать такую вот немножко вытянутую форму. Не надо делать там супер кошачьи глаза, какие-то супер острые формы, супер острые стрелы. В такого рода макияже все должно быть очень мягко, все должно быть очень деликатно. И тогда это смотрится намного лучше. Можем сделать тут тоже легкую такую как... как бы подводку. Нам глаз это сделать здесь позволяет, потому что века все-таки немножко открыта. Вот как у меня. Точно такое же. Вот я в этих глазах узнаю прям свои глаза. С глазами я не вижу никакой асимметрии, поэтому точно то же самое я просто повторю на втором глазу. Здесь у меня даже лучше получилось передать вот эту форму, которую я хотела задать. То есть она здесь у меня в более такой мягкой тушевке, здесь более четко видно границы. А здесь вот именно вот то, что я хотела сделать. Вот так вот немножко вытянуть, сделать мягкую вытянутую форму, никакую не острую, а именно вот такую. Что касается того, что нанести сюда на века, то я немножко как разочаровалась в этих тенях, которые здесь вообще есть. И мне они не очень нравятся. Сюда бы я нанесла какой-то очень такой ненавязчивый оттеночек теней, которого бы практически не было бы видно. Какой-то бежевый или что-то в этом роде. Здесь у меня, к сожалению, такого нет. Ну или по крайней мере его даже не видно. Вот я наношу, и его по сути как бы даже и не видно. Что касается румян, то опять-таки здесь я предлагаю руководствоваться какой-то очень нейтральной гаммой, потому что опять-таки мы имеем вот эту вот красноту лица. И если пользоваться какими-то розовыми румянами, какими-то ягодными румянами, то это будет очень сильно вытягивать красноту со всего лица. И выглядеть это будет некрасиво. Поэтому я здесь рекомендую какие-то натуральные оттенки. Ну здесь у меня вот есть только такой, но по сути это я вам покажу примеры, что я имею ввиду под натуральными оттенками румян. У меня здесь есть только вот эта палитра, которая больше похожа на бронзеры, нежели на румяна. И работает оно больше здесь как тональная основа, а не как румяна. Но тем не менее, поэтому на этом я ограничусь. Вот если сейчас вот даже можно посмотреть, если я возьму какие-то даже вот такие вот лиловые румяна, вот даже слегка вот этот оттенок уже сразу подчеркивает красноту. Если я пойду еще больше, еще хуже, и еще больше, и еще хуже становится. Поэтому максимально выравниваем тон лица, и с румянами я бы здесь не перебарщивала, потому что они будут не освежать лицо, а именно вытягивать вот эту красноту. Поэтому бронзер здесь лучший друг. Что касается губ, то здесь они достаточно небольшие в соотношении с достаточно большими глазами. И я бы здесь, ну, не слишком увеличивала, потому что, ну, сильно много тут и не увеличишь, но все-таки вот здесь вот по контурам можно немножко пройтись, как сверху, так и снизу, губы, в принципе, симметричны. То есть верхняя губа практически такая же по ширине, как и нижняя губа, это уже хорошо, потому что это проще таким образом создать симметрию какую-то. И вот если сейчас пройтись и добавить слегка, пока не обращайте внимания на цвет, который я выбрала, я сугубо пока делаю это как контурным карандашом, прохожусь по губам. И вот вы видите, что губы, по сути, заканчиваются здесь, то есть вот эту вот всю зону, ну, при сильном желании, мы можем корректировать. И добавлять немножко сюда карандашом объема. Понятное дело, что живым карандашом это сделать проще на лице. чем в этой программе. Но, тем не менее, я думаю, мы справимся для того, чтобы вам показать просто, что я имею в виду. Идем по контурам. И здесь слегка увеличиваем контур. И вот что я имела в виду, сюда вообще бы отлично подошла какая-то нюдовая помада. Но нюдовые помады у меня пока не получается нюдовую помаду здесь сделать. Я пытаюсь найти хотя бы красную, которая бы подходила к этому макияжу. И как-то вот красную я тоже не могу найти, какая бы мне понравилась. Вот, например, нюдовая. В принципе, очень неплохо здесь смотрится. Но мне хочется все-таки какую-то поярче сюда сделать. Чем более интенсивную я делаю помаду, тем, естественно, больше вылезают вот эти мои косяки в плане того, как я наносила. Ну, то есть неровность, да, видно. Ну, я стараюсь, конечно, сделать, чтобы было ровненько. Но, тем не менее, вот эти вот косяки здесь частично видны. Поэтому для того, чтобы просто вот именно оценить фотографию, да, и сделать красиво, чтобы выглядело на фотографии, то здесь отлично смотрится вот эта нейтральная помада такая нюдовая. Но чтобы больше было видно, как я скорректировала форму губ, вот этот цвет лучше это показывает. Ну, и последнее, чтобы я сделала, если уж совсем придираться, можно совсем слегка еще тоже скорректировать нос и сделать его немножко уже. Вот таким образом будет строиться тогда коррекция. Сейчас я тоже сделаю меньше интенсивность, потому что здесь большая интенсивность вообще не нужна ни в коем случае. Как всегда, давайте теперь по традиции оценим, что было сделано. То есть вот сейчас я убираю все, что было сделано с фотографией, и мы видим, что глаза у нас намного более уставшими выглядят, и губы намного более маленькие. И вот сейчас мне кажется, что этот макияж выравнивает размер губ в соотношении с размером глаз, потому что глаза достаточно большие, губы при этом очень маленькие. И вот так вот выглядит намного более гармонично. Брови практически я не трогала, то есть слегка буквально заполнила. И по сути, как бы на этом можно этот макияж заканчивать. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, то обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на мой канал. Если вы тоже хотите поучаствовать в этом проекте, то вы можете присылать свои фотографии. В описании под видео обязательно будут условия, как нужно присылать фотографии. И на этом я буду с вами прощаться. До встречи в следующих видео. Пока! Пообщаемся с вами на тему того, какие лучше продукты употреблять во время похудения, какие будут вашими друзьями во время похудения, какие будут вашими врагами, наоборот, во время похудения. Я сегодня буду рассматривать бюджетную категорию, то есть все, что я вам покажу, в принципе, доступно для каждого. И в основном это видео я затеяла не для того, чтобы сделать обзор на какие-то помады, а в основном для того, чтобы показать вам свочи абсолютно всех оттенков, которые у меня есть, потому что я знаю, что если заказывать в интернете, очень трудно всегда определиться с оттенком.